Урок. Как настраивать чистоту качера в установке Руслана Кулабухова, то есть Кулабического Ухова и установки Корноухова Акулы. Вот прототип их установок Руслан, если смотришь это видео, зацени. Вот я убрал, ввел порядок. Лишние детали все в сторону убрал. Теперь показывать буду, как менять чистоту качера. Тут установка собрана по схеме, где пропускается энергия через градиантную катушку и индуктор резонанс 0,47 микрофарад, индуктор 10 метров, одножильный провод, 2,5 мм квадратный. Вот это пушпо, это качера. Качера плюс, вот развязан через этот двосель. Вот они об этом речь. Вот минус, толстый провод идет на черный, начало градиантной катушки, она из двух кусков провода, из черного и красного. И минус идет на вот тут. минус идет на пушпо. И вот минус идет на пушпо. И вот минус отсюда идет питание от вот этого блока питания. Вот минус, вот плюс через ростель идет. И вот через эту пушпо. И вот тут автомат. И потом плюс через амперметр. Вот потом еще через эту дроссель. И вот тут плюс входит. Тут конденсаторы сглаживающие. Вот и один конденсатор неполярный. Тут еще диод между плюсами и минусами. И тут пушпо между вот этим вот минусами плюсом. Тут тоже конденсатор. Там какой-то. А теперь включу прибор и буду смотреть. Пушпо теперь отключен. Частоту катчера. Включаю чистоту 1,371 МГц. 1,37 МГц. Теперь отключаю вот этот провод. Частота 1,437 МГц. Частота 1,7 МГц. И вот таким образом можно подбирать чистоту какую нужно. Теперь вот теперь допустим подключаю этот провод. 1,344 МГц. 1,344 МГц. Теперь подключаю индуктор. Это для более точной подстройки. 1,2 МГц. Вот таким образом можно на любой вкус, на любую чистоту подстраивать скачер. Скачер постоянно работает. Но при желании можно его управлять. Просто приглушать. Транзистор уже нагрелся. И вот еще. Теперь изготовлю вот эти два феррица. Я их соединю и будет ферритовый стержень получится. Паузу нажму. Вот взял изоляцию и обмотал вот такую. Вот получился ферритовый стержень из двух ферритов. Теперь камера выключилась от наводок. Качеры теперь можно им подгонять чистоту. Вот взываю и вот как меняется чистота. Опять камера выключилась от наводок. Качеры вот взываю и вот как меняется чистота. И вот так можно им плавно подогнать чистоту, которую надо к качеру. Покажу при этом, что качер нормально работает. Вот он шпарит искрит. Нет никаких проблем, никаких ошибок, ничего. Работает как обычный качер. Вот камера все выключается и выключается. Вот какая чистота. Вот она приближает. Вообще уже транзистор горячий. Но я его посадил на такой сдвоенный радиатор. Поэтому он как бы без охлаждения не сгорает. Так бы он мог бы сгореть, если бы второго этого радиатора не было. Этот блок питания выдает 25-24 вольта. Вот нужно посмотреть сколько потребляет качер. Вот амперметр потребляет 1,4 ампера. Вот уже какая чистота. Вот опять покажу, что он нормально работает. Искрит. Кстати, это искрение. Иногда мы в общем не будем. Пока хотел что сказать, но не буду говорить. Это не очень относится к теме. Вот как частоту плавно понижаю. Амператор. 1 МГц, качер горячий, и на этом урок закончен. Еще покажу, какие чудеса я могу благотворять с этим ферритом. Включаю. Такую частоту настроил. Теперь дальше. Такую частоту. Такую частоту. Такую частоту. Камера опять выключилась. Вот где-то такую частоту могу. Это где-то самая низкая. Примерно самая низкая. Уже дальше понижать сложно. Уже чувствуется, как начинает дымить свет. Ой, от этого транзистора он уже очень горячий. Палец держать нельзя. Свет и счастье. Палец. Палец.